камера хранения надо сдать рюкзачок еле-еле все это упаковали получился вот такой у нас пухляк даже не знаю если были бы весы я бы взвесил пухляк неподъемный практически а вот и кстати есть весы посмотрим сколько зависит здравствуйте точно а давайте взвесим живо мне же самое интересно что там как 12 отлично держите 20 гривен 12 килограмм а сам рюкзак рассчитан на 33 литра например можно крупой какой-то забить его и везти например гречку в индию спасибо чудо жетон вокзал уже в должный любит 13 20 жетон при нем рюкзак при нем отправляемся в путь выдвигаемся в сторону того куда мы выдвигаемся посмотрим насколько будет легко туда добраться сейчас мы уже двигаемся налегке с одним рюкзаком ты должен килограмм 8 максимум до 10 по тяжести там еще всякие соки и короче все остальное нужно будет съесть чтобы вес находимся мы на вокзале теперь нужно двигаться центр и в центр москве с будем двигаться плюс-минус пешком вот потому что здесь недалеко но единственно это нужно длинное расстояние пройти для трамвайные пути здесь есть скамеечки на них можно посидеть теоретически на воздухе но скамеечки все заняты поэтому просто идем дальше и садим посмотрим идем нагуливать следующий аппетит гули 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 один такой облесший он и видимо еще молоденький на самом деле мы ищем скамейки чтобы сесть и провести тест обзор дегустацию двух новых энергетиков хаос постоянно какой-то хаос происходит трамвай их столько не такие компактные в каждом трамвае гармошка потому что улочки очень узкие и транспорт не может развернуться если бы он был более длинный вагон скамейки на которых можно сидеть нашли скамейку сейчас будем пробовать потому что мы очень сильно хотим спать постоянно мы спим где-то по четыре пять часов из-за того что возвращаемся поздно потому что начинает атмосфера ночного львова это одно я просыпаемся рано потому что нужно выбираться в центр завтракать и так далее мыться принимать душ соответственно постоянно можем маршрутки начинаем терять бдительность просто засыпать взяли новые два энергетика один yellow edition освежает и бодрит тело и разум а второй голубой плюбери будем пробовать что из них что с маком чернете который синий чернете такой сладенький ну такой если холодно будет он хороший следующий желтенький тропический это со вкусом ананаса такого я больше любитель вот этого классического вкуса ананас слишком приторный похож на какую-то дешевую минеральную воду с дешевым ароматизатором тот который черный тел он только тоже на холодным бы хорошо пошел а так он сладковат и сильно вот такой вот обзор на две специальных серии энергетика владимир друг животных вот один тоже белка голубь небо затягивается такой свинцовой тучи подозрение что мы когда доберемся до пункта назначения нашего будем сидеть под каким-то навесом или деревом или просто будем бежать и искать где этот навес потому что начнется ливень стоит трамвай номер 6 сейчас мы попытаемся проехать три километра от ж.д. вокзала до высокого замка но напрямую то насколько я понял транспорт не продвигается и нужно будет выйти какой-то точки поближе и потом пройтись пешком сели на первый трамвай доедем до площади рынок и там спросим пойдем пешком в общем то так олдскульный трамвайчик где мы как раз сидим по центру гармошки вот это шутка сиденья которые кстати довольно такие странные для трамваев очень стандартные виды видимо это местные дизайнеры придумали у нас они какие-то совсем другие и получили билеты билеты великолепные с блестяшечкой типа из серии чтобы никто не подделал также есть QR-код или как он называется еще конечно если сложить первые три и последние три цифры если число совпадет то билет счастливый и надо его срочно поместить вовнутрь себя то есть есть здесь у меня 4 5 109 на соседнем там 1 8 и 2 это 11 не подходит следующий 9 и 1 8 короче тоже не подходит попробуем следующий находимся в центре опять площадь рынок львивский пляцки настойка какая-то на апельсинах красиво смотрится вот эти штуки здесь подают очень-очень-очень все это интересно прикольно все в муке свежая выпечка по подземелье короче а тут стены 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 стекло давай в стекло сначала выжигание на фонаре в салоне стекла мы находимся что штучки дружки подходящее название громкость за комичем не снял прикольно дерево очень много сель сережечек можно это дерево все завершать еще домики такая штука короче здесь следующее заведение тоже тематическое пластинки на штат 12 дюймовый сингл группа квин вечер турбного дня а тут зал и можно сесть посидеть сюда интересный проход через такая вот тоннель на туннеле сбоку зеркала идешь и смотришь какой то очень старый винт авиация галичины книгарня старого лева книгарня прикольные такие штуки с нашивками тут такая штука вообще интересная книжные магазины нынче не очень большой здесь видимо самая популярная самая читаемая следующая сувенирная это плавочка веночек конечно не разваливай ничего стаканчики прикольные так как я люблю все что связано с кофе интересненько шоколадные штучки дрючки короче здесь одни сувениры на любой вкус одни и другие вторые и третьи я уже прибарахлился вообще сувениры они такие получается что их нужно потом куда-то складывать где-то их выставлять где-то их хранить и чем больше стран ты объездить можешь тем больше нужно этих сувениров где-то расставлять соответственно я для себя нашел такое самое оптимальное это беру это магниты магниты они не занимают места потому что висят на холодильнике пока холодильник очень большой высокий по моему у нас холодильник два метра высотой соответственно его можно магнитиками заполонить зазывает на заведение называется ману скрипт здесь вот такие вот цены что-то там за 40 гривен плюс борщ 8 гривен пицца 32 сантиметра 33 гривны ассортимент всяких там колбасок салатов короче куча куча всего надо идти пробовать обычно это все занимает время так как мы здесь на пару дней сегодняшний день вообще мы сделали только обзор этого вечно голодного микола сейчас мы двигаемся дальше хотя тут еще есть еще несколько тематических заведений необходимо было взять батареек вот такие синенькие красивенькие 10 батареечек решили по быстренькому прошунуться по блошинному рынку сейчас на нем очень много людей продавцы торговцы опять трамвайчик обклады и сувениры блошинный рынок приветствуем в основном здесь подают книги значки блошинный рынок будет интересен тем кто хочет оформить как свою витрину магазина может быть оформить тематически свое заведение старыми фотоаппаратами может быть книгами может быть еще какой-нибудь фигней или просто коллекционерам и иностранцам которые любят это дело например можно увидеть вот такие фотоаппараты причем некоторые даже вижу без объектива зенит все это производство еще в советском союзе делали там есть какие-то видимо еще из заграничных также есть книга адольфа гитлера майн камп что в переводе на наш означает моя борьба моя борьба по моему так если я не прав напишите в комментах видимо книга популярна это тематически это украя русские города все сам вот это шикарно это редкие такие тематически это львовские значки спортивные значки вот это львовск во львове выпущены это футбольные значки это спортивные значки это все старого выпуска еще времен ссср от 60 лет тому назад это это наверное но сколько советская власть пола девяносто первом году и прекратили не это девяносто первого уже не выпускали иначе сколько 25 лет 30 35 как как последний значки выше а есть какие-то довоенные они очень редко очень дорогие у меня их нет нет а военных нет они они реалитеты их продают не здесь у нас клубе специальный там уже в тысячах исчисляется это очень а какая средняя цена на такой значок на вот эти значки в среднем да ну вот эти ну вообще то есть у меня одна цена 10 гривен 10 гривен на любой просто для вас не мне нужны деньги я поэтому поделать там ребята ценят 20 15 30 40 тут есть очень дорогие значки тут есть редкие значки это по 30 по 40 есть я сегодня просто все по 10 вот любой какой бы тут есть очень редкие значки интересно спасибо что рассказали хорошего дня хороших продаж в среднем значок стоит 10 гривен но говорят что в соседнем на точке может 30 где-то в среднем стоит вот но естественно это замануха для туристов типа если только для вас только сегодня я бы так и делал а теперь нам необходимо подняться вверх весь маршрут все я смотрю исключительно по картам чтобы не блукать потому что время ограничено надо идти точно знать куда и долин доставать телефон мы стопатом к людям мы спрашиваем куда идти куда идти вот в данном случае можете то же самое сделать сейчас мы перейдем дорогу будем подниматься в гору где-то мы идем неизвестно где что у нас тут есть гостиный дом здательство свеча до моих старней розы и такая вот извилистая тропинка с выложенная плиточка и в другую сторону симметрично вообще красиво наверху закрыто но можно подойти вплотную хотя бы заглянуть и дворики здесь интересный ландшафтный дизайн думаю что если нас не выгонят можно зайти посмотреть на ландшафтный дизайн отличительная особенность этого ландшафтного дизайна тем что здесь присутствует очень много разных видов растений много растений приятно смотреть глаз не устает кажется что что-то новое что-то современное что-то живое открыл я яндекс карты и узнал что это называется костел босых карамелитов босые почему надо поэтому при входе стоит какая-то тряпочка я не понял конечно город львов а здесь присутствуют такие странные львы или это не львы а барашки или это собаки из мультика короче или это овечки вот те которые мы колбасу купили давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен яркий красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все